На прошлом уроке мы поговорили про значение породы Аф'ала. Продолжим начатое. Пятое значение породы Аф'ала это Указание на обнаружение свойств или качества, на которые указывает корень глагола, например, Я обнаружил его скупым, то есть Я образован от корня Бухлин, скупость. Я обнаружил его великим, я обнаружил его лживым, застал его лживым. Отсюда и вид Кирата в словах Всевышнего Поистине они не считают тебя лжецом, то есть на самом деле. В другом Кирате мы читаем То есть они не обнаруживают тебя, не находят тебя лжецом. Я не обнаружил его трусом. Сюда же некоторые его относят. А когда же они увидели его, то есть те женщины увидели его, то есть Юсуфа, Они возвеличили его, Акбарна, возвеличили. То есть обнаружили его великим, то есть наделенным великой красотой. Так же ает Не повинуйся тому, чье сердце мы сделали беспечным. В другом толковании сказано Акбарна, чье сердце мы обнаружили беспечным. Шестое значение Соответствие по смыслу трехбоконному глаголу, по модели фа'ля или фа'ля, например Ва'а и ау'а Собирать, вмещать, а также запоминать Сара и асра Идти ночью Сака и аска Напоил Так в Коране мы читаем Ва'сака Напоил их Господь То есть напоит их Несомненно В другом аете Ва'сакайнакум Мы напоили вас Поим вас Караху и ваакра Угостил гостя Шарака и ашрака восходить Эза'ина и эзана Повиноваться Агалима и агалима и так далее Седмое значение Указание на многочисленность того, на что указывает корень глагола Или как еще его называют Аттасиро То есть указание на то, что фа'ль, действующее лицо, стало обладателем того, что обозначает корень глагола Например, а'аля рожалу В основе был ау'ля Мужчина имел большую семью Адаббатиль арду Адаббат в основе На этой земле водилось много медведей Адаббатиль арду Удивилось много газели Атмар рожалу Мужчина стал обладателем фиников То есть у него стало много фиников Атмар аль буссану Сад стал приносить плоды Аурак ащаджура дерева Покрылась листьями И так далее Восьмое значение Аддаляля туалатта алиды Указание на то, что фа'ль, действующее лицо, представил какой-либо предмет в качестве того, что обозначает корень глагола Например, Аба аль бейта Выставил дом на продажу Архан аль матаа Заложил вещи в залог Актал аль рожалу Подверг человека смерть и так далее Девятое значение Аддаляля туаладдуху ль фиши Указание на вхождение или достижение чего-либо, будь то число, время или место Примеры с числом Ахмаса стало пять Асдаса стало шесть Ама аль каума Число этих людей достигло ста человек Пример места Абхара Вышел в море То есть отплыл Аарука Вошел в Ирак Достиг Ирака Ашама Вошел в Шам То есть достиг Шама Анджада Вошел в Наджд Дахалин Наджда Пример со временем Амсар Роджулю Дахалин Фильмаса Дословно Вошел в вечернее время То есть наступил вечер Из этого же вида читаемые нами Аскары Амсайна Амсайна Амсальмульку Лиллах То есть наступил вечер Асбаха Дахаляфис сабахи Аллаха Дахаляфиллуха И так далее Десятое значение Указание на то, что Пришло время Чтобы произошло то На что указывает Корень глагола То есть наступил срок того Что обозначает Корень глагола Например Настало время Девушке Пришло время Выйти замуж Настало время Собрать плоды Пальм И другие значения Которые мы Не упомянули Иногда Упомянутые эти значения Они могут Пересекаться в одном И том же глаголе В зависимости от Контекста Аллаху Алям